В Государственной национальной библиотеке имени Халимат Байрамукова и представителям творческой интеллигенции представилась возможность принять участие в литературно-музыкальном вечере. Он был посвящен столетнему юбилею со дня рождения уникального человека, поэта из Дагестана Расула Гамзатова. Альбина Ламкова продолжит тему. История написания строк в бессмертной песне «Журавли» уникальна, как, впрочем, и всё творчество поэта Расула Гамзатова. Каждое слово находит отклик в сердце. В этот вечер музыкальная композиция прозвучала не раз, причём на всех языках нашей республики. Не фини его, фини дорогу, и коня не торопись менять. Необыкновенно проникновенная поэзия и музыкальные номера на стихи дагестанского поэта Расула Гамзатова, слова которых знают все поклонники и ценители его творчества, стали лишь малой частью насыщенной программы о нём. Он воспевал героев своего времени, возвращал из небытия, доказывая, что можно жить и в этом мире так, чтобы не было стыдно за свои дела и поступки. Своим жизненным примером показал всем, как много может достичь один человек, орудие которого – поэтическое слово. На вечере делились личными воспоминаниями о нём. Он сказал так. «Знаете, мой отец, поэт Гамзатца Даса, он протоптал свою тропинку у нас в горах, в нашем ауле. И собирал, всегда шёл по этой тропинке и собирал цветы. Он собирал их в один букет. Я решил пройтись по этой тропинке. И когда я пошёл по этой тропинке отца, меня остановил мудрый старик и сказал мне, «Это тропинка твоего отца. Ты протоптай свою тропинку, собирай свои цветы и делай свой букет». Узнав, что мы первокурсец, он нам вот это посоветовал. Я на всю жизнь это запомнила». «Дагестан прошёл по моей судьбе», – говорит Зарима Карданова. Там она училась в Государственном университете. За эти годы неоднократно видела Расула Гамзатова. «Аксакал Кавказа», – говорит о нём Зарима Нурбиевна, вспоминая его как уникального человека. Того, который через свою перо и свои стихи показал всему миру не только свой маленький народ, но и весь Дагестан и Кавказ. Литературно-музыкальный вечер непременно запомнится всем его участникам, оставив в памяти приятные впечатления о творчестве уникальной личности. Современникам и потомкам нужны ещё долгие годы, чтобы осмыслить и оценить это бесценное наследие. Ещё одним из воспоминаний этого вечера станет дерево. Его посадили на территории Национальной библиотеки имени Халимат Байрамуковой. Привезли дерево из Дагестана – родины классика Расула Гамзатова. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибуков, Вести, Корчаева, Черкесия.